Всем привет! Меня зовут Ольга Корчака, фитнес-бикини, а я люблю бикини-про. Сейчас мы находимся в городе Краснодаре, у гостиницы Интурист, на фоне прекрасной площади. Собираемся мы сегодня поехать на кубок Самсон 38, который проходит в Краснодаре, в баскет-холле. Сегодня у нас уже начинается фитнес-бикини, женщины, так сказать. Или девушки. Нет, женщины. Женщины все-таки фитнес-бикини, потому что это уже после 23 лет. Вчера у нас отсоревновались юниорки, у нас выступила представительница Санкт-Петербурга, заняла первое место в абсолютке. Поэтому мы гордимся, что все-таки представительница Санкт-Петербурга достойно выступает в городе Краснодаре. Оль, расскажи, как тебе тогда уже женщины фитнес-бикини, да, ты уже выиграла все по любителям. Но если бы ты выступала сейчас, кого бы ты расценивала как конкуренток? Ну, это все красивые, все прекрасные. Уровень растет девушек. По образу, в принципе, достаточно все выравниваются. Нет уже таких совсем откровенного, какого-то совсем неадеквата в плане образа. У девушек на купальниках побольше страз, форма становится лучше, попа аппетитнее. По макияжу, прическе и так далее тоже уже все достаточно ровно. Поэтому все девчонки становятся все более и более краше с каждым годом. Вот, поэтому конкуренток много, как всегда. Но все-таки давай, кто больше нравится? Кто больше нравится? Ну, если рассматривать мою категорию, наверное, это Алёна Добыка, с которой мы выступали не один сезон. Наверное, я думаю, что это достойный кандидат для первого места. Есть, конечно, у нас в этой категории девушки, которые занимали первые, вторые места. Они выступали и в Екатеринбурге, и в прошлом году в Краснодаре. Выступили, заняли первое, второе место. Если честно, по форме не очень им не нравится. Кто-то более мышечный, кто-то наоборот, с отсутствием какой-либо мускулатуры. Такое ощущение, что как будто вообще не ходит в тренажерный зал. Поэтому должна быть какая-то все-таки гармония, не должна быть гипермускулатура какой-то. Девушка должна быть женственной, но все-таки должен быть намек на то, что девушка посещает тренажерный зал и не употребляет анаболических стероидов. Наверное, вот Алена Добыко, это вот на данный момент, это вот эта золотая середина. Когда у девушки есть какие-то аппетитные формы, видно, что эти аппетитные формы она получила в тренажерном зале. Плюс это внешность, красивое лицо, хороший купальник, красивый образ. Наверное, вот сочетание вот этого всего и должно дарить какую-то, ну, победу, наверное, не знаю. Насчет победы я не уж так не буду утверждать, что будет победа. Но он, наверное, достойный выступления 100%. Скажи, пожалуйста, а вот критерии оценки лучших на чемпионате России и вообще на чемпионатах, проходящих на территории России и за границей, отличаются вот фитнес-бикини между собой? Какая должна быть победительница вот в России и будет ли она настолько же хороша и так же высоко оцениваться судьями в другой стране? Ну, что касается чемпионата России, если честно, мне не всегда понятно, как тут расставляются места, потому что девчонки на самом деле достойные, которые у нас на Питере хорошо достойно выступали, приезжают на чемпионат России и они там на Кубок России, да, они могут оказаться совсем не на первых местах, далеко даже не в шестерке, хотя форма достойная, поэтому критерии оценки на чемпионате России я сама, если честно, не особо понимаю, потому что даже в прошлом году были критерии разные, даже в разных категориях. Даже было такое, что в первый день у нас соревновались юниорки, потом во второй день у нас соревновались девочки до 166 сантиметров, и вроде бы как была тенденция на сухость, на небольшой мышечный объем, а когда мы вышли в третий день, 169 до 172 и 172 плюс, были совершенно третьи критерии оценки, и сухость уже была вроде как и не в тренде, поэтому непонятно. К третьему дню судьи уже все перепили? Да нет, я не думаю, что они пили, все-таки судьи у нас есть спортсменов, поэтому вряд ли, я думаю, что кто-то пил. Так вернемся к вопросам оценки спортсменов. Российские и иностранные судьи по-разному оценят, или у них критерии общие? Я думаю, что общие, уже в принципе достаточно выровнялось. Может быть, если сравнивать Америку и Европу, да, там, конечно, в Америке более мышечные девушки должны быть. А то, что касается Европы, если сравнивать мое выступление на Арнольд Классик в Мадриде в прошлом году и выступление на чемпионатах России, на которые проходили, наверное, на территории Российской Федерации у нас, то, в принципе, я бы не сказала, что как-то разница. Та же самая Оля Балхина, которая стала первой на Арнольд Классик, она также стала первой и на Москве, и стала также первой на чемпионате России. Поэтому, в принципе, я думаю, что критерии одни и те же. Должен быть хороший образ, должна быть хорошая фигура, и девушка должна быть, наверное, красивой во всем, и на нее должны люди смотреть и думать, что да, вот это хорошо, эти сложные девушки с хорошей генетикой, она должен быть образ дорогой. Вот если нету этой дороговизны, то, конечно, там уже сложнее. Были какие-то призы завоевать, какие-то победы. Скажите, а насколько сложно готовиться к категорию тебе или другим девушкам? Просто бывает... Ой, бывают разные, на самом деле. Я потом слушаю иногда девушек, дают интервью, говорят, «Я делаю 200 минут кардио в день». Во-первых, мне очень интересно спросить, откуда у вас столько свободного времени. Потому что, в принципе, у нас девушки в основном не профессионалы, не обладатели прокарты, они не могут себе, в принципе, да и даже обладатели прокарты не могут себе позволить есть, спать и тренироваться. Поэтому откуда столько свободного времени, чтобы делать по 200 минут кардио в день, и ты 200 минут кардио в день, плюс еще должна быть какая-то тренировка силовая в тренажерном зале. Ну, допустим, у меня такого просто количества времени нет. То, что касается меня, я не делаю кардио. Там, занимаюсь 4-5, ну, на подготовке 6 раз в неделю, по 1.15, и мне этого достаточно. Я не могу сказать, что мне прям очень-очень тяжело. Ну, наверное, спасибо моей маме и папе за мою генетику все-таки. Но все-таки бикини – это, конечно же, прежде всего генетика. Если у нет этой генетики, ну, можно, конечно, упахиваться и упахиваться. Там, приседать, чтобы выросла, наконец-таки, эта попа, все, что угодно делать. Сидеть на жестких диетах, но, наверное, все должно приносить удовольствие. Я не думаю, что девушка, которая делает 200 минут кардио в день, потом плюс еще силовая нагрузка, плюс она еще сидит, ест одну петрушку с огурцом и куриной грудкой, и больше себе не может ничего позволить. И это продолжается в течение каких-то там, допустим, полугода или трех месяцев. Я не думаю, что она получает какое-то суперудовольствие. И потом им не слиться, и они еще не пьют, и сидят эти лимоны, едят. Я не за такой спорт. Я считаю, что если тебе комфортно и тебе легко готовиться, то да, ты должна готовиться. А если вот это вот на уровне овоща, ну, не знаю, я думаю, что не надо так просто себе вредить, портить свое здоровье. Все-таки надо стремиться к здоровью, а не чтобы побыстрее состариться, и чтобы побыстрее начались какие-то проблемы со здоровьем. Скажи, пожалуйста, а кроме фитнес-бикини, зачем тебе еще интересно наблюдать на соревнованиях? Ой, сейчас бодибилдинг мне нравится. Я прям тащусь. Ну, наверное, потому что сейчас у нас в команде есть Александр Щукин, или я есть в этой команде, где сейчас Александр Щукин, Генетик Лаб. Поэтому мне реально стало интересно. Мне вот очень нравятся тяжи, больше 100 килограмм, прям интересно вообще. Прямо начинаю разбираться. Ну, с Питера вообще приехало очень много больших мальчиков на соревнованиях. Да, да, да. Мне кажется, могут собрать не все медальки, дружно просто увезти. Ну, вообще хотелось бы, чтобы все-таки Санкт-Петербург так и закрепил за собой вот это вот знамя первенства по бодибилдингу, чтобы мы все-таки ценились на территории всей России. Потому что был какой-то такой момент, когда вроде как фитнес-бикини даже девчонки завоевывали на чемпионате, на Кубке России первые места. А потом был какой-то такой небольшой спад, и наши девчонки там становились уже даже за шестеркой. Вот мне бы хотелось бы, чтобы все категории, будь то фитнес, фитнес-бикини, бодибилдинг, бодифитнес, все что угодно, чтобы мы все-таки брали наши призовые места. Мы завоевывали медальки и кубки. Но дадим должное и Краснодару на самом деле, потому что спортсмены из Краснодара тоже очень сильные, интересные, получается, выходят. Ну, в тяжах, да, есть вот с этого региона двое, то есть выше ста человек. Поэтому тоже, но будет очень интересная борьба. Мы будем завтра наблюдать, будем поддерживать Сашку, будем поддерживать обязательно. Мы за него все переживаем, как мы ему помогаем. Грудку ему варили, хлебцы ему покупали, плавки ему шили, все, что только массаж даже делали. Поэтому, даже я принимаю участие в подготовке Александра, поэтому я 100% завтра буду наблюдать за его выступлением, буду кричать. Орать, поддерживать, как только смогу. И я надеюсь, что все будет хорошо. Не хочется загадывать, честно, не хочется загадывать, что будет, но очень хочется, чтобы Сашка остался доволен. И, конечно же, вся команда Генетик Клаб. Ясно. Да, тренер тоже будет доволен. Самое главное, чтобы тренер был доволен. Собой. Вот скажи, а раньше вообще тебе нравилось смотреть на бодибилдеров? Было тебе это интересно? Вообще привлекали ли мужчину такой комплекции? Никогда не смотрела, честно скажу, никогда не смотрела. Вот, потому что были, наверное, у меня, как у всех девчонок, были какие-то свои предрассудки, предубеждения какие-то, что там все это... Расскажи какие, перечисли. Давай, топ-5 предрассудков о качках. Ну, что это просто, наверное, большая груда мышц. Цензура. Цензура. Нет, давай без цензуры, но интересно. Ну, конечно же, о размерах, мужского достоинства, конечно, тоже у меня, тоже я думала, что... Да, я на самом деле не задумывалась, но просто как-то, ну, все говорят, ну, все говорят... Ну, это не только о размерах, а функционировании. Ну, о функционировании, размерах, да. О том, что они тупые качки, тоже. Ну, тут правда оказалось, да, все-таки? Нет, нет, нет. Слушай, ну, не знаю, я с кем общаюсь, я достаточно умный товарищ, и... Я не знаю, я не встречала на самом деле. Да, конечно, мозговая активность на сушке, она снижается, но на самом деле в межсезонье любо-дорого смотреть и любо-дорого разговаривать с бодибилдерами, поэтому все это предрассудки. Девчонки... Дерзайте. Девчонки, хватайте качков. Да, если вы смотрите и думаете, что, ой, фу, груда мышц... Нет, девчонки, это классно. Не, ну, получаешь реально эстетическое удовольствие, смотришь на эту груду мышц и получаешь реально эстетическое удовольствие. Ну, я не знаю, просто, наверное, это где-то, может быть, свои комплексы, какие-то там девчонки, парни вымещают, если они... Девчонкам неловко, что у парней сиськи больше, чем у них. Девчонке надо делать сиськи. В любом случае, если, как бы, ну, какие-то у вас комплексы, то надо просто делать сиськи, и все, и все будет классно. Вот, а так, ну, не знаю, парни все хорошие, билдеры, там, поэтому, не знаю. А шорт, точнее, давайте по шортам пройдемся. По шортам. А что по шортам? Шорты хорошие парни. Только маленькие. Ну, если честно, конечно, носушки становятся не в два раза меньше. Вот так вот тоже, да, в межсезонье смотришь, разговариваешь, там, общаешься с парнями. Ну, либо дорого смотреть. Молодцы парни, занимаются спортом. У кого-то, там, совершенно небольшой опыт тренировок. Но парни молодцы, хорошую форму приобретают, и... Ну, действительно молодцы. Ну, конечно, когда на сушке, от них остаются кожи до кости, немного мышц. Вот, поэтому... Не вариант. Ну, почему не вариант? Нет, мы хорошие парни, молодцы. Я, на самом деле, я за спорт. В любом его проявлении. Вот, поэтому... Поэтому пляжники, покупайте. Доски для серфинга. Пейте больше протеина и накачивайтесь в итоге. Да, да, да. А мне кажется, ты хотела еще, наверное, всех пригласить к вам в фитнес-школу и к тебе на уроки дефиле. Ой, да вообще, приходите вообще, в принципе, да, к нам в фитнес-школу. В фитнес-школу у нас классный проект, с Катей Абрамовой, где мы преображаем девчонок. За 6 месяцев они становятся просто вау. Ну-ка скажи, сколько у вас там медалек собрали ваши девочки, получается, уже к этому моменту? Ну, было у нас буквально там всего 3 соревнования на сегодняшний день. Да, участвовали в 3 соревнованиях. Ну, то, что больше 10, это уже 100%. Да, то есть на кубке в городе Пскове мы собрали 6 медалек, плюс абсолютку взяли. Это только наши девчонки взяли. Плюс у нас парни выступали тоже там, вошли в шестерки. Второе, четвертое место было. Потом мы выступали в Москве на, я не скажу точно, как это называется, Мэнс Физик на Бикини Старс. Тоже там были и второе место было, и третье было место, то есть призовые места. То есть тоже хорошие девчонки выступили. Ну и, конечно же, вот у нас Ален Добыко и Шарли Прокопив тоже у нас хорошо выступили на кубке Санкт-Петербурга. Взяли первое место в своих категориях. Мы боролись за абсолютное первенство, достаточно достойно выступили. Были у нас еще девчонки, которые выступали, которые заняли там третье, там пятое, шестое место. Поэтому, в принципе, результат достойный. Поэтому, если вы хотите хорошо выступить, мечтаете о сцене, приходите к нам. Ну что, пойдем смотреть соревнования? Да, уже пора, потому что уже, по-моему, часов три, наверное. Сейчас уже скоро все начнется, все самое интересное. Сейчас у нас уже будет классика, потом будет пляжный бодибилдинг. Мы будем за вас болеть. А я буду в то время есть где-нибудь. Ты боишься превратиться в пляжник? Я не даю бог. А вдруг дотронуться, да какой-нибудь заражусь похудением. Ну почему хорошие парни? Да хорошие, хорошие. Хорошие маленькие парни, около них комфортно находиться. Знаешь, как некомфортно, какой щуки находить за рядом? Не знаю, мне очень комфортно. А мне нет, он здоровый с лишним. Я не знаю, мне вообще прям очень комфортно. Особенно, когда Сашка улыбается. К нам покушает? Покушает, да, он счастлив и доволен. И вообще с ним классно, комфортно. Веселый парень. Когда покушает? Когда покушает, да. Когда он не на сушке. И когда еще попьет воды. Саша не пьет. Зарубите все себе на носу. Саша не пьет, и мы тоже не пьем. Ну что ж, ребята, сейчас видео будет загружаться. А вы все, кто находитесь в Краснодаре или в доступности до него добраться, приезжайте. Тут красиво, солнечно, приятные люди. Отличный турнир Самсон. Тут IFBB Pro бикини Ольга Корчака и вся команда Genetic Lab. И вам всем отличного дня.